Табличка с информацией о герое Советского Союза Льве Даватори теперь на улице Кировского района, названной в его честь. Это уже 28-й исторический QR-код в Хабаровске. Устанавливать такие стенды предложил губернатор Михаил Дегтярёв. Благодаря проекту улицы Хабаровского края рассказывают, любой желающий может навести на QR-код камеру своего телефона и прочитать о выдающихся личностях, участниках Великой Отечественной войны и героях Советского Союза. Это наша история, история города Хабаровска, история всей России. Это память о тех, кто сражался за нашу великую и могучую родину, сложил свои головы за тот мир, который есть сегодня на планете. Сергей Кравчук также встретился с коллективом Хабаровского речного торгового порта в преддверии Дня работников морского и речного флота. Это предприятие – одно из старейших в регионе. В прошлом году оно отметило свое 150-летие. Развитая транспортная инфраструктура Хабаровского края позволяет доставлять в порт грузы железнодорожным и автомобильным транспортом для дальнейшей отправки по Амуру. Действительно, речной порт несет большую энциклопедию как градообразующее, как основное предприятие, позволяющее обеспечивать народное хозяйство грузами. Я благодарен вам за это. Я горжусь, что в городе Хабаровске есть такое предприятие. Не остались без внимания и Хабаровские дворы. Территория четырех домов на пересечении Амурского бульвара, улиц Запарина и Дзержинского десятилетиями нуждалась в благоустройстве. Жильцы никак не могли договориться, каким хотят видеть свой двор. А общие собрания только приводили к разногласиям. В этом году территорию начали приводить в порядок благодаря федеральной программе «Тысяча дворов на Дальнем Востоке». Объект был очень серьезный. Дворовая территория была полностью неблагоустроена. Сегодня мы видим совершенно другую картину. Появились детские площадки, появились спортивные площадки. Жители сегодня высказывают требования о переносе контейнерной площадки. Это все решаемо. Договорились с ними осенью вместо металлического ограждения высадить настоящую изгородь, зеленую изгородь. Я им в этом помогу. Всего в этом году в Хабаровске по федеральной программе «Тысяча дворов на Дальнем Востоке» в порядок приводят 32 придомовые территории. Игорь Сукачев, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск.